Здравствуйте, меня зовут Титов Александр Натанович, я главный научный сотрудник в Институте физики металлов и профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем в университете. Я хотел сегодня поговорить о теории Льва Николаевича Гумилёва. На это дело меня сподвигло вот какое обстоятельство. Дело в том, что большая часть литературы учебной и литературы научной оно изложено совсем не в той манере, в какой написаны книги Гумилёва. Вообще существует два способа излагать информацию, это индуктивный и дедуктивный. Так исторически сложилось, что в системе образования Советского Союза, России, господствует индуктивный способ от общего к частному. Сначала дается аксиоматика, потом доказывается теорема, потом приводятся примеры и решаются задачи. У Гумилёва сделано все наоборот. Он использовал метод дедуктивный. Это тоже вполне хороший метод. Мало того, я бы сказал, что он лучше, чем индуктивный метод. Он состоит в том, что перед зрителем или читателем вываливается неопрятная гора фактов и затем на глазах изумленной публики между этими фактами устанавливаются связи и в конце концов рождается теория. Метод этот, конечно же, лучше индуктивного. Он исходит из фактов, но у него есть один важный недостаток. Он требует огромных усилий со стороны того, кто получает эти знания, со стороны читателя, зрителя, слушателя. Потому что надо проследить за всем этим процессом нахождения связи. Конечно, это очень полезный процесс, но я так полагаю, что далеко не каждый человек способен бросить все свои дела, неотложные, нужные, важные бытовые, рабочие дела. И погрузиться в поиск этих самых закономерностей. Вероятно, именно поэтому теория Гумилева очень многими людьми воспринялась как-то так мозаично, кусочками. И это привело к тому, что и теория понимается довольно-таки... Не скажу, что неправильно, но как-то однобоко. И на базе этого огромное количество спекуляций возникает. Я попробую сейчас это изложить в привычном виде, в индуктивном виде, а не в дедуктивном, не отходя от теории Гумилева, но перевести это дело на привычный язык. Итак, если набрать в интернете какие-нибудь слова типа теория Гумилева или теория этногенеза, вам выпадет определение «пассионарная теория этногенеза» или «пассионарная теория». В общем, слово «пассионарная» там будет неизбежно. На самом деле, пассионарность здесь далеко не главная. Это совсем не главный фактор. И вполне можно, не то чтобы совсем обойтись без него, но оно не на первом плане стоит. На первом плане стоит понятие этноса. Значит, понятие этноса, оно вводится, как обычно, дедуктивным методом. И поэтому на протяжении книги, вот у меня в руках книга «Этногенез и биосфера Земли». На протяжении всей этой книги это понятие уточняется, изменяется, дополняется, с разных сторон рассматривается. Но, в общем, если исходить из индуктивного подхода, то можно определить понятие этноса, как эта большая группа людей, объединенная общим подходом к жизни. Значит, общий подход определяется, как поведенческий стереотип этой большой группы людей. Значит, откуда берется этот самый поведенческий стереотип? Значит, у самого древнего, из известных, из хорошо сохранившихся наших пролюдей, это астралопитек Люси, это была женщина, она утонула в асфальтовом озере, значит, в Эфиопии. Полтора миллиона лет тому назад, значит, ее удалось из-за этого, поскольку она утонула, то она хорошо сохранилась, значит, ее удалось как следует исследовать. Ее мозг составлял где-то порядка 250 миллилитров. Мозг современного человека колеблется от полутора до двух тысяч миллилитров. То есть, значит, разница приблизительно в 10 раз. Значит, вот за полтора миллиона лет наш мозг увеличился, значит, в 10 раз. Ну, понятно, что, кстати, это самое, что, как это происходило, значит, человек становился разумнее, он использовал дополнительные возможности, которые ему давал разум, и, значит, как бы в этом состояла наша биологическая эволюция. Но приблизительно от 30 до 100 тысяч лет тому назад, по разным источникам я встречал, значит, цифры от 30 тысяч лет тому назад до 100 тысяч лет тому назад, значит, этот процесс практически прекратился. Человек принял современную форму, значит, мозг больше, то сказать, существенно не изменялся. И одновременно с этим стали находить, археологи начали находить свидетельство того, что люди, имевшие, то сказать, существенные травмы, существенные болезни, пострадавшие от болезней, они, значит, умерли не от того, что, то сказать, их там загрызли дикие звери или там от голода, а умерли, значит, от старости, от разных болезней, которые сопутствуют старости и прожили таким образом, значит, значительную жизнь. Ясно, что так может быть только в том случае, если о них заботились соплеменники. Человек стал из существа биологического существом социальным. Вообще говоря, это привело к тому, что перестал действовать механизм естественного отбора. И, казалось бы, это должно было привести к застою. К тому, что человечество как вид биологический прекратило свое совершенствование. И другие виды, которые этого не сделали, должны были бы постепенно вытеснить человечество. Однако этого не произошло. Произошло обратное. На сегодняшний день гомо сапиенс занимает всю поверхность планеты. И даже немножко на орбите нас есть. И это связано, согласно идее Гумилева, с тем, что социальность позволила нам за счет коллективных действий открыть дополнительные горизонты, дополнительные возможности. Это потребовало, естественно, согласованных действий и неких согласованных понятий. Значит, введение неких согласованных понятий. Вот, собственно, к этому и сводится понятие стереотипа. Чтобы, значит, не быть голословным, я, значит, в этом месте прибегну к цитатам. Итак, больше ста лет ведутся дискуссии. Изменяется ли биологический вид гомо сапиенс или социальной закономерности полностью вытеснили механизм действия видообразующих факторов. Общей для человека и других живых существ является необходимость обмениваться со средой, веществом и энергией. Но отличается он от них тем, что почти все необходимые для него средства существования вынужден добывать трудом. Взаимодействие с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Ну, вот, собственно, это одна цитата. И вторая цитата, связанная с определением этноса и поведенческого стереотипа этноса. Значит, вот я ее сейчас тоже зачитаю. Значит, каждый этнос имеет свою собственную внутреннюю структуру, свой неповторимый стереотип поведения. Иногда структура и стереотип поведения этноса меняются от поколения к поколению. Это указывает на то, что этнос развивается. Структура этнического стереотипа поведения – это строго определенная норма отношений между коллективом и индивидуумом. Индивидуум между собой и внутриэтнических групп между собой, между этносом и внутриэтническими группами. Эти нормы в каждом случае своеобразные, изменяясь то быстро, то очень медленно, негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в каждом этносе и в каждую отдельную эпоху как единственный возможный способ общежития. Поэтому для членов этноса они отнюдь не тягостны. Значит, вот на этом месте, честно говоря, сразу возникает некий вопрос. Вообще, если мы говорим о стереотипе поведения, то спрашивается… С одной стороны, понятно, что именно только таким способом можно достичь коллективного поведения. Но с другой стороны, понятно, что любой стереотип – это означает ограничение возможностей. Значит, спрашивается… Мы выиграли в чем-то, в коллективности, но проиграли при этом в каких-то необычных действиях. Мы ограничили себе возможность выбора своих действий. Насколько это оправдано? Вот для того, чтобы прокомментировать этот вопрос, я возьму другую книгу. Это Джи Николис, книга «Динамика иерархических систем». Это сподвижник великого русского ученого Ильи Романовича Пригожина, который объяснил нам, что такое время, на что и получил Нобелевскую премию. Ну, значит, из Николиса я хочу прочитать вот такую цитату. Значит, речь идет о том, как обрабатывать информацию, значит, о разных способах обработки информации. Значит, речь пойдет о сравнении идеального компьютера и человеческого мозга. Итак, вот цитата. Начинают цитировать. Предположим, что вся физическая Вселенная представляет собой идеальный процесс, занимающийся переработкой информации с момента Большого Взрыва. Сколько битов успела бы обработать в последовательном режиме Вселенная за все время жизни по настоящее время? Возраст Вселенной, значит, оценивается там, ну, вот, известно, 10-17 секунд, масса там известна. Значит, проводим, то сказать, комбинаторные вычисления, получаем число 10-122 бит, 122 степени. Великое или малое это число? Чтобы сравнить его с человеческими возможностями по обработке информации, рассмотрим информационный ящик с лямбда входами и р-выходами, и какова скорость потока информации в таком ящике. В качестве примера выберем большой международный аэропорт, в котором число входных сигналов достигает около тысячи запросов, значит, типа «да-нет» за сутки, а выходные сигналы означают ответы «да» или «нет». Вознушным движением управляют примерно 20 человек, диспетчеров. Какое количество информации проходит через такой ящик за сутки? Полное, значит, дальше идут, значит, длинные комбинаторные вычисления, которые я опущу, и, значит, в результате получается, что полное число, полное число, значит, информации, которая за это время перерабатывается, составляет 10 в 300 степени бит. Каким же образом примерно 20 человекам или машинам, созданными людьми, удается за 24 часа обработать количество информации, которое на 180 порядков превосходит количество информации, поддающейся обработке идеальным компьютером с последовательной схемой вычислений и возрастом Вселенной? Значит, дальше я, то есть, тоже не буду, то есть, это самое, полностью цитировать, потому что, значит, там ссылки есть на предыдущие, то есть, главы, скажу, значит, вывод автора. Вывод автора состоит в том, что, значит, вот этот идеальный, значит, компьютер Вселенной, он оперирует с отдельными битами информации, в то время как человеческий мозг оперирует с огромными ее, значит, как бы пакетами этой информации, уже обработанной понятиями, значит, какими-то, значит, традициями, какими-то, значит, уже устоявшимися, значит, взглядами. Вот. И понятно, что при этом мы совершенно не учитываем время, которое ушло у нас на формирование вот этих самых пакетов, и поэтому получается вот такой парадоксальный результат, что человеческий мозг эффективнее вот этого идеального компьютера. Значит, понятно, что для того, чтобы так можно было делать, нужно как раз вот ввести вот этот самый поведенческий стереотип, который нам будет содержать понятия, соотношение между понятиями, и который позволяет быстро обрабатывать большое количество информации. Вот, собственно, в этом и состоит суть, суть, как бы сказать, этносов. Различные поведенческие стереотипы, различные, значит, способы упаковки понятий, упаковки информации, различные способы, значит, подхода, различные подходы, которые адаптированы, конечно же, значит, к условиям жизни. У разных, значит, больших групп людей, большие, разные условия жизни, у них разные, значит, ландшафты, значит, там побережья, тайга, горы, может быть, то есть степи. Вот. У них разный, значит, исторический опыт, разные соседи, значит, разной степени агрессивности. И все это, так или иначе, укладывается, значит, в некую, значит, систему взглядов, которые вот можно свести к поведенческому стереотипу. Вот этот фундаментальный факт о том, что национальность, она на самом-то деле находится не в крови, она находится в голове, она находится, значит, в подходах, в способе думать. Вот этот, значит, фундаментальный факт и лежит в основе, значит, вот модели Гумилева. Значит, дальше, то есть, следующим шагом, значит, в этой теории, значит, рассматривается история, значит, развития человечества, как история, значит, развития вот этих этносов, как история их взаимодействия, развития поведенческих стереотипов. Вот я сейчас, значит, этого касаться не буду, я хочу только сказать такую вещь, что даже на этом этапе, вот даже, то есть, не касаясь временной зависимости, исторического развития, уже, то есть, вот этот подход, он обеспечивает очень полезную информацию и дает массу возможностей для предсказания, значит, того, что будет, предсказания, значит, каких-то событий, вот, и дает возможность экспериментальной проверки. Стивен Хокинг сказал, что, значит, научная теория это то, что может быть опровергнуто экспериментально. Вот теория Гумилева, она может быть опровергнута экспериментально. Я бы привел два примера применения этой теории даже в таком-то очень урезанном виде. Пример первый – ассимиляция мигрантов. Мы знаем, что у нас сейчас происходят большие миграционные потоки. И в России происходят потоки из Средней Азии в первую очередь. И в Европе есть мигранты из стран Африки и арабских стран. И характерным чертой этих событий является то, что мигранты не ассимилируются, не растворяются в основном населении. Они образуют некие диаспоры, некие замкнутые какие-то сообщества. И несмотря на то, что все понимают, что это нехорошо, что это может привести к плохим последствиям, ничего сделать не могут. Если обратиться к теории Гумилева, совершенно понятно, почему-то так происходит. А зачем им менять свой поведенческий стереотип? Их не поставили во взаимодействие с ландшафтом, их не поставили во взаимодействие с природой. Им фактически создали условия сохранения своего поведенческого стереотипа в том виде, в каком они его принесли с собой. Если посмотреть на успешные примеры ассимиляции мигрантов, это в России, например, ассимиляция греков, которые бежали в свое время на территорию армян, и даже немцев. В каждый раз делалось совершенно не так, как сейчас поступают наши европейские соседи. Им выделялись участки земли, на которых они вынуждены были работать и вынуждены были либо принять правила общения с ландшафтом, с природой. Те же самые, какие были у окружающих народов. И таким образом, пусть бы они даже оставили свой язык и какие-то традиции, но они бы приняли то, что хорошо для окружающих, то же самое было бы хорошо и для них. И то, что было плохо, то же самое. Поскольку этого сейчас не делается, то можно смело предсказывать, что ассимиляции никакой не будет. Это первый пример. Второй пример, я бы сказал такой. Вот есть такая байка. В интернете часто я такое встречаю, что китайцы захватят Сибирь. Возникает вопрос, насколько это реально? Действительно, китайцев много, нас мало, в Сибири еще меньше нас. Насколько это реально? Давайте посмотрим, кто такие китайцы. Китайцы — это большой этнос, поведенческий стереотип, которого основан на эффективном использовании оршаемого земледелия. У нас есть река или несколько рек, на которой стоят гидротехнические сооружения, включенные последовательно. И они должны все работать согласованно, потому что они последовательно включены. И сбой в любом из этих элементов нанесет ущерб всем. Это первое. Поэтому все должно быть согласовано. И второе. Чем выше по течению стоит гидротехническое сооружение, тем больше ответственность, потому что тем больше вреда или пользы оно может принести. Все это фактически формализовано в конфуцианской теории, в конфуцианском подходе о том, что вся нация — это есть большая семья с верховным отцом. И каждый должен стараться для пользы семьи все делать, что только можно. Теперь представим такого китайца, перенесенного в Сибирь. Народу мало, взаимодействия нет, никакого взаимодействия тем более нет. И поэтому у него в таких условиях есть два пути. Либо принять образ жизни тех, кто там живет, и таким образом перестать быть китайцем. Либо продолжая стать маргиналом, придерживаясь своих конфуцианских правил. Отсюда следует, что китайцы не просто так на протяжении 5000 лет своей цивилизации не захватили Сибирь, не потому что у них не догадались они это сделать, или времени там не было, другими делами были заняты, а потому что это принципиально невозможно. Это ограничивает распространение этого поведенческого стереотипа. На этом бы я хотел закончить. Если моя лекция не показалась слишком нудной, я бы еще коснулся понятия пассионарности, которое связано с историческим развитием этносов. Ну а пока на этом все. Продолжение следует...